Продолжение следует... Ну что ж, тогда с вами приступим к нашему сегодняшнему вебинару. И в начале, как всегда, у меня на 5 минут шаманских слов, которые я повторяю на каждом вебинаре, но тем не менее повторяю для тех, кто пришел на наш вебинар в первый раз. Итак, в самом начале чата вы видите две полезные ссылки. Первая ссылка – это ссылка на расписание наших вебинаров на первые полугодия 2017 года. Правда, там в нашем расписании осталось уже не так много вебинаров. Из запланированных 65 вебинаров мы уже почти более 90% всего пути прошли, и осталось всего 4 вебинара или 3. Но, тем не менее, это расписание полезно еще и тем, что оно интерактивное. Можно заглянуть в старые вебинары и прямо из расписания посмотреть записи этих вебинаров. Кроме того, записи всех вебинаров, в том числе и этого, будут опубликованы на нашем видеопортале на YouTube, и его ссылка приведена второй в чате. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, и будете иметь полную информацию о том, что у нас происходит. Сегодняшняя презентация, как и все предыдущие презентации, доступна для скачивания. Я всегда говорю о том, что вы мои презентации можете использовать как считаете нужным, но единственная моя просьба – это с указанием на мое авторство использовать их презентации или части этих презентаций. Для того, чтобы скачать презентацию, вам надо перейти… Вот примерно в этом направлении находятся несколько кнопок, управляющих вебинарной комнатой. Поднятая рука, смайлик. И третья кнопка нам нужна – это кнопка с открывающейся папочкой. Когда ее откроете, у вас справа от презентации откроется окно «Ресурсы». И в этом окне вы увидите несколько строк. Строки с изображением земного шара. С иконкой земного шара – это ссылки. Их вы можете открыть, нажав на изображение земного шара. А строка с изображением дискетки – это как раз презентация, которую можно скачать. Обращаю ваше внимание, что скачать можно презентацию, нажав на саму иконку дискетки, а не на название файла. Ну что ж, с этим все. Ну и последнее, то что все присутствующие на вебинаре получат бесплатный именной электронный сертификат. Скачать вам на почту, по которой вы зарегистрировались на сайте, на вебинаре придет ссылка на наш портал, на котором надо будет зарегистрироваться или войти на него, если вы уже регистрировались. И там будет доступен для скачивания ваш сертификат через несколько дней. Ну, как правило, это быстро делается в течение одного-двух максимум дней. Ну что ж, коллеги, а сегодня мы приступим. Давайте к этому вебинару. Это мой последний вебинар в этом полугодии. Ну, может, не последний, может, летом еще что-то будет, но пока не запланировано. Последний вебинар, в котором я выступаю спикером, а не только ведущим. Вот, и мне немножечко жаль, что в этом полугодии мы заканчиваем работу. Надеюсь, что в следующем рабочем полугодии у нас снова будет масса вебинаров, на которые я вас заранее приглашаю. Итак, сегодняшняя наша тема. Интерактивные путешествия как способ подачи учебного материала. И сегодня мы рассмотрим такой сервис, который называется StoryMap.js. Это бесплатный сервис, который можно использовать абсолютно бесплатно. Более того, в нем не надо регистрироваться. Единственное, что надо, чтобы с ним работать, надо иметь Google аккаунт, через который этот сервис вас опознает и создает ваш личный кабинет, опознавая вас по вашему открытому Google аккаунту. Другими словами, вам надо иметь Google аккаунт и держать его открытым в тот момент, когда вы работаете с этим сервисом. Ну, чтобы посмотреть, что именно этот сервис из себя представляет, давайте посмотрим несколько примеров. Сейчас я их продублирую в наш чат. Вот один пример. Это интерактивная карта Дягилевского фестиваля в Пензе. Сама интерактивная карта находится на этой странице. Не вся страница является интерактивной картой. Ну, почти в самом начале находится интерактивная карта. И вот второй пример. Пример, близкий к среде преподавательской. Этот пример сделал не я. Это пример одной из моих слушательниц на курсе. Она выполняла домашнее задание и вот сделала такое, на мой взгляд, интересное интерактивное путешествие в этом сервисе. Это один вид интерактивных путешествий, который я называю интерактивная карта. Здесь основная мысль заключается в том, что мы совмещаем географическую карту с описанием событий. Условно говоря, это путешествие, хотя не обязательно это должно быть путешествие. В прямом смысле этого слова, это может быть просто ряд каких-то событий на карте, о которых вы хотите рассказать. Но условно мы это называем интерактивным путешествием. Итак, вы подготавливаете контент для каждой точки карты. Далее вы размечаете на карте точки, в которых находятся, про которые хотите рассказать. И последовательно каждый из этих точек выполняете в виде слайда посредством специального интерфейса, который мы сегодня рассмотрим. Вот так выглядит примерно карта до начала путешествия. Как вы видите, точки обозначены вот такими вот серыми маркерами. И внутри этих маркеров располагаются условные обозначения того контента, которым вы поделились в этой самой точке. И сразу видно, какие здесь могут быть варианты. Может быть картинка. Давайте я буду показывать. Может быть картинка. Может быть видео с YouTube. Может быть видео с Vimeo. Сервис Vimeo есть такой. Может быть статья в Википедии. Что еще тут есть? Может быть твит. Может быть твит. Что-то тут еще есть. Вот это я, честно говоря, даже не знаю, что это за сервис такой. Да. Вот может быть звук, записанный на сервисе SoundCloud. Вот. Ну и еще много всего. На самом деле. Да. Flickr может быть. Да. Может быть это он и есть как раз. Я просто не пользуюсь Flickr. Вот. На самом деле здесь возможно использование примерно двух десятков различных ресурсов. Ну, может чуть поменьше. Плюс использование кодов вставки типа iFrame в качестве медиа. То есть практически любой информации. Ну, не всякое работает. Не всякий iFrame работает. Вот. Ну, такое тоже допустимо. А вот как это выглядит уже отдельный кадр. Когда вы рассматриваете отдельные кадры, то, как правило, карта увеличивается и становится доступным один или несколько ближайших, одна или несколько ближайших точек. А справа показывается тот медиа ресурс и вот он. И то описание, название и описание, которое вы к этой точке привязали. Вот, собственно, и все. Эта карта состоит из последовательного прохождения по точкам карты с описанием каждой точки в виде текстового описания плюс какой-то медиа ресурс. Это может быть изображение и много других видов медиа ресурсов. Идея достаточно проста, воплощение достаточно симпатичное и, что говорится, как сейчас говорят, мотивирующее. Нас интересует вопрос мотивации наших студентов. Вот такой интерактив, он очень мотивирующий, потому что это смотрится гораздо лучше, чем текстуальное описание вашего путешествия. Даже если это иллюстрируется отдельными, вы используете отдельные иллюстрации внутри текста, это все не так эффектно, как показать вот это в виде такого интерактивного комплекса. Вот сегодня мы про изготовление таких вещей и поговорим. Да, ну вот второй вариант, это тоже точка, а здесь в виде медиа ресурсов вставлено видео какое-то древнее. Сам этот пример взят с основной страницы сервиса StoryMap и посвящен какому-то путешествию старому по Соединенным Штатам времен конца 19 века. Есть и второй режим использования StoryMap, это режим гигапиксельной иллюстрации. В данном случае вместо карты используется иллюстрация высокой четкости, условно-гигапиксельная иллюстрация. Не обязательно там использовать гигапиксельную иллюстрацию. Для примера гигапиксельная иллюстрация – это иллюстрация размером примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. То есть если у вас монитор высокой четкости Full HD, это значит у вас примерно при увеличении этой иллюстрации пиксель в пиксель, она должна занимать примерно 15 экранов в ширину и 30 экранов в высоту. Ну вот можете представить, что такое гигапиксельная иллюстрация. Такие иллюстрации уже существуют, более того, в широком доступе они находятся, в том числе на Википедии, на Викискладе есть несколько таких иллюстраций. Иллюстрации – это прежде всего произведения искусства, это фотографии высокой четкости, обзорные города, местность. Это, да, вот недавно была замечательная фотография парада 9 мая, где можно, точнее не парада, а шествие Бессмертный полк, где можно разглядеть, наверное, если приблизить эту панораму, можно разглядеть больше 10 тысяч людей прямо лицо в лицо. Ну и другие, конечно, типы есть таких иллюстраций. Это микроскопические иллюстрации, фотографии биологических объектов с приближением хорошим. Конечно, астрономические объекты делаются с хорошим увеличением, ну и много других. То есть сейчас, если вы в Google картинках наберете слово «гигапиксель», то вам свалится огромное количество больших иллюстраций. Не всегда они гигапиксельные, но достаточно большие по разрешению. Сможете пронаблюдать, что есть уже в открытом доступе. Вот. Этот режим мы с вами, к сожалению, сегодня рассматривать не будем. Он немножко сложнее, чем первый режим. Но те из вас, кому понравится эта концепция, они могут воспользоваться моим аккаунтом в YouTube, зайти на мой канал и посмотреть те учебные ролики, которые там есть по этой теме. Если кого-то заинтересует, напишите в течение нашего сегодняшнего вебинара. Я вам дам ссылку на свой аккаунт, на свой канал в YouTube. Ну, на самом деле, очень легко поискать по моей фамилии. Она такая выдающаяся, с двумя буквами «Л». Поэтому сразу найдете мой канал, если в YouTube поищите. Вот. Ну и да, и пример такой, такой вот, такого интерактивного, интерактивной карты. Давайте я вам приведу. Вы могли его уже видеть. Я его показывал в другом контексте, когда рассказывал про нашу ортотеку. Вот. Ну, вот такой вот объект я сделал для одного из наших арт-проектов. Вот. На мой взгляд, достаточно симпатичное интерактивное путешествие по картине Иванова «Явление Христа народу». Вот. Вот такие вещи можно делать при помощи этого сервиса. Ну, что ж. А давайте все-таки посмотрим. Дальше. Да. Вот так выглядит примерно кадр интерактивного путешествия по гигапиксельной иллюстрации. В данном случае точка здесь не точка на карте, а точка на изображении. Суть применения сервиса в данном случае – это то, что эту гигапиксельную картинку можно приближать несколько раз, масштабировать, приближать 5-6 раз. И каждый раз это приближение будет без ухудшения качества, то есть будут проявляться все новые детали изображения. Вот. Ну, а с этой стороны описание точно такое же можно делать, как в предыдущем случае, для чистой интерактивной карты. Ну, что ж. Начнем работы с нашим сервисом. Я вам покажу сегодня презентацию, и мы посмотрим несколько учебных роликов, которые закрепят наш этот материал. На самом главном, на главной странице сервиса вы нажимаете на кнопку «Make a Story Map Now», вот эта кнопка, и появляется окошко «Залогиньтесь в свой Google аккаунт». В данном случае сервис хочет получить ваше разрешение на присоединение к вашему Google аккаунту, с тем, чтобы вас идентифицировать и пустить вас в ваш личный кабинет. Если у вас несколько Google аккаунтов на компьютере реализовано, то высветятся все Google аккаунты, и вам надо будет выбрать тот, с которым вы в данный момент работаете. И перед вами открывается пока не такое окно. Это окно уже заполненного проекта. Открывается пустое окошко такое с картой. Здесь я хочу описать основные элементы интерфейса вот этого окна, уже заполненного проекта. Потом мы пройдемся по отдельным стадиям создания этого проекта. Во-первых, под номером 1, в верхнем ряду представлены элементы интерфейса, которые управляют всем проектом в целом. Во-первых, область 1 – это область настройки параметров вашего проекта. Область 2 управляет режимами отображения, либо редактирования, либо превью, в котором можно посмотреть, как будет выглядеть ваш проект после публикации. Область 3 – это область, в которой вы можете взять код опубликованного проекта для вставки в ваш ресурс, в электронный учебный курс, на сайт, в ваш блог и так далее. Область 4 – это область слайдов, в которой вы можете создавать, наполнять, удалять, перемещать слайды, последовательность слайдов. Область 5 – это области 5, 6, 7 и 8. Это области описания… Коллеги, у всех звук пропал или только у Валерия Васильевича? Есть, да? Ну, надеюсь, это что-то частное. Могу посоветовать только перелогиниться. Ну, что ж, да, с 5 по 8 пункт – это интерфейс настройки конкретного слайда, в котором вы можете выбрать название, текст, медиаресурс, который присовокупится к вашему слайду, настроить фон слайда и настроить вид маркера, если это необходимо. Да, вот так это выглядит примерно, когда мы настраиваем отдельный слайд. Как видим, вот здесь вот отображается такой вот в виде пимпочки, такой маркера, да, то место, которое вы описываете. Вот здесь вот тот слайд текущий, который вы описываете, а вот здесь, собственно, то поле, в котором вы этот слайд описываете. Подробнее сейчас поговорим. А для начала давайте посмотрим общие параметры. Ну, во-первых, по первой кнопочке My Maps вы переходите назад в выбор списка ваших проектов. Если у вас несколько проектов, то они в вашем личном кабинете в виде списка хранятся, и вы можете выбрать любой из них и поработать с любым из них. Да, вот так выглядит этот список. Ну, у меня тут в момент создания скриншота было два проекта. Вот между ними вот такой вот список. И здесь еще можно дополнительно что-то с ними делать. Например, удалять, перемещать, удалять, делать копии. Еще тут еще что-то не помню. Ну, этого достаточно. Вот. Следующее, что мы рассмотрим, это опции или параметры всего проекта. И вот здесь уже надо с этого и начинать, собственно, работу с проектом. Для начала надо нам разобраться с опциями. Вот появляется такая панель, на которой мы должны задать размеры нашей визуализации. То есть то, что мы, в конце концов, хотим получить на нашей странице. Выставить ширину и высоту. Как ширина, так и высота может задаваться как в процентах, так и в пикселях. В данном случае здесь 100% по ширине. И 800 пикселей по высоте. Для начала можно это оставить неизменно. Во втором пункте можно выбрать язык. Здесь лучше выбрать наш текущий язык, на котором мы хотим, чтобы был интерфейс нашего стори мэпа. Это язык интерфейса, а не язык кадров. Язык кадров вы вставляете сами. То есть если пишете по-русски, то даже без изменения языка вот здесь все будет по-русски. Но лучше сделать и интерфейс стори мэпа вашего тоже русским. Это не интерфейс в вашем редакторе. Это интерфейс конечной вашей продукции. Там тоже есть элементы, которые зависят не от вас, а от самого сервиса. И вот они становятся русскими. Со шрифтами тут просто надо оставить все как есть. Дефолт можно потом поиграться, если хотите. Но, как всегда, русские шрифты представлены достаточно бедно. Особого выбора тут нет. Поэтому лучше используйте дефолт. Следующий пункт. Четыре. Это... Ой, что-то у меня... Ну, простите. Вот четверочка так нехорошо у меня получилась. Следующий пункт. Это выбор способа отображения маркеров. Либо картографический, либо как в изображении. Вам надо здесь оставить картографический. Картографический это означает, что все ваши точки будут связаны как в путешествии. Прерывистой линией. Если вы сделаете просто здесь имидж, то ваши точки не будут связаны в единую линию. Они будут просто стоять на карте по отдельности. Пятый пункт. Call to actions. Здесь вы можете написать какую-то свою фразу, которая воспроизведется на вашей обложке вашего стори мэпа. В виде красной кнопки, на которой будет написано что-то. Ну, здесь можно, например, написать начать просмотр или там вот как я написал поехали. А можно вообще не заполнять. Тогда этой красной кнопки не будет. Ничего страшного, потому что есть способ просто листания кадров вперед-назад. Ну и последний пункт шестой. Это выбор типа карты. Я вам советую для начала оставить по умолчанию. А после того, как вы наполните свой проект, вы можете здесь выбрать разные виды карт. Они различны по цветовому содержанию, черно-белые, цветные и по некоторым другим параметрам. Посмотрите, какая из карт вам больше подойдет. Этот сервис использует карты наподобие Google Maps и Яндекс.Карт, но только не их фирменные карты, а те карты, которые находятся в свободном доступе под свободной лицензией. То есть эти карты можно не только смотреть, но и использовать, делать на их основе производные произведения. Тут есть несколько странных настроек. Их я не советую вам использовать. Это достаточно сложные настройки по использованию ваших собственных карт. Ну, с этим у нас нет времени разбираться. Это не очень сложный, но достаточно сложный способ работы с картами. Итак, мы настроили наш проект. Поговорим о вот этих вот кнопочках. Save и Publish Changes. Save означает то, что вы сохраняете проект. Вообще-то, почти после каждого вашего действия происходит автосейв, то есть автосохранение. Но на всякий случай, чтобы убедиться перед публикацией, все-таки лучше нажать на кнопку Save. Кнопка Publish Changes. Сохранить изменения. Она плавающая. Она появляется только после того, как вы нажали на кнопочку Save. Если есть какие-то неопубликованные, точнее, изображения, неопубликованная версия вашего проекта, то вам предлагается его опубликовать. После того, как вы его опубликуете, ничего не происходит у вас здесь. Но по той самой ссылке, которая является ссылкой публикации, которую можно взять вот здесь, сейчас мы это рассмотрим, будут происходить изменения. То есть изменения будут происходить для тех пользователей, для которых вы эту карту и делаете. Не забывайте публиковать вашу карту, потому что иначе вы не получите результат. У вас будет просто результат в вашем редакторе, а опубликованного результата не будет. И следующая кнопка 4 открывает вот такое вот окошко, в котором можно взять ссылку на результат вашего труда. По этой ссылке ваш StoryMap откроется в отдельной вкладке. Либо можно взять вот такой вот код вставки и вставить ваш StoryMap внутрь вашей страницы. Где угодно. В системе дистанционного обучения, в блоге, в сайте. Везде, где можно вставить HTML-код, можно вставить вот эту карту. Ну и можно еще раз выбрать вот эти вот параметры ширина и высота. Опубликованный результат вот примерно в таком вот виде выглядит. Ну, вы уже видели примеры, так что на нем не будем заострять внимание. Следующий, пятый элемент, вот этот вот. Это список ваших слайдов. Слайды можно создавать посредством, вот здесь не видно, такой плюсик в самом конце нарисован. Когда вы на него нажимаете, создается слайд, который является копией самого последнего слайда в вашем наборе. И его вы уже начинаете редактировать. На его основе создаете следующий слайд. Текущий слайд, который вы редактируете, он обозначается красным цветом. Вот в данном случае 12 слайд здесь изображен. Слайды можно перемещать вверх-вниз. И можно удалять. Вот, все. Больше ничего со слайдами делать нельзя. Дубликат изготовить нельзя. Можно сделать дубликат следующим образом. Сделать этот слайд последним. И тогда по вот этому плюсику как раз его дубликат и высветится. Следующий элемент это, собственно, маркер. Выставление маркера. Выставление маркера происходит следующим образом. На карте находите ваше место. Найти можете просто листая карту и увеличивая ее масштаб. Увеличивая и уменьшая ее масштаб. Прямо как на гугл-картах. Либо вот здесь вот в поиске можете задать нужный вам объект. И постараться или географическое название. И найти конкретно это место. А потом уже на карте уточнить. Сам вот этот маркер, он выставляется либо автоматически, если вы поиском пользуетесь. Либо двойным щелчком по мыши по карте. Каким-то. Либо перетаскиванием. Если вы уже в поле вашего видения находится этот маркер. Но вам надо его немножко подвинуть. Вы просто мышкой его двигаете туда, куда надо. И отпускаете на том объекте, на котором надо воспроизвести. Вот тут есть один тонкий момент. Вот это вот масштабирование. Оно приведено для того, чтобы вам удобно было поставить маркер. Но оно не соответствует тому масштабу, с которым пользователь увидит этот маркер на карте. Стори-мэп в данном случае включает такой умный механизм, по которому он смотрит, какие из маркеров находятся близко друг от друга, а какие далеко. Если у вас путешествие неравномерное, например, вы сначала переместились на 60 километров из города в город, а потом внутри города вышли из автомашины и пешком ходите и запечатлеваете объекты, которые находятся в 50-100 метрах друг от друга. Понятно, что в одном масштабе это все показать невозможно. Поэтому, пока вы находитесь в части маршрута, которые далеко друг от друга, то и масштаб у карты маленький. Как только вы подошли к точкам, которые близко находятся друг от друга и начинаете между ними перемещаться посредством слайдера, масштаб начинает последовательно приближаться для того, чтобы хорошо показать, насколько эти точки отдалены друг от друга. И ничего с этим масштабом вы сделать не можете. Этот алгоритм зашит внутри движка StoryMap. Можно только его использовать и этот масштаб никак больше не используется. В режиме гигапиксельной картинки, о котором мы сегодня говорить не будем, но скажу отличия, там есть отличия. Там этот масштаб как раз имеет значение. То есть вы наводите маркер на нужное место картины и делаете тот масштаб, который вам необходим. И именно в этом масштабе воспроизводится при показе ваш слайд. Следующий элемент. Да, вот здесь как раз показан этот маршрут. В данном случае мы переместились в место, где маркеры располагаются близко друг от друга. И вот в опубликованном результате здесь карта увеличилась до соответствующего масштаба и показывает вот это перемещение в том масштабе, чтобы можно было хорошо различить различия между местами установки маркеров. Следующий элемент, это седьмой, это элемент вставки медиаресурса. Медиаресурс вставляется, как правило, по ссылке вот сюда. Таким образом, ваш медиаресурс, как правило, должен находиться где-то на внешнем сервере. То есть вы не можете погрузить ваш медиаресурс в сервис StoryMap. За одним исключением. Если ваш медиаресурс это изображение, то изображение вы можете загрузить вот посредством вот этой кнопки внутрь вашего сервиса. Если же это видео, или звук, или какой-то иной медиаресурс, возможно, имеющий интерактивность внутри себя, то только посредством ссылки или кода iFrame можно вставлять вот сюда эти медиа. Ну и вот эти два поля необязательные, это поле копирайта и поле описания изображения. Обращаю ваше внимание, эти поля, это не поле описания слайда, а поле описания того медиаресурса, который вы вставили. Например, если вы вставляете фотографию известного фотографа, то хорошо бы здесь вот здесь вот описать его копирайт о том, что фото принадлежит, фото такого-то. Ну а здесь вы можете вставить описание вашей фотографии. Например, там, храм Василия Блаженного. Потом подробно вы распишите все это в другом поле. А это появляется в виде маленьких надписей непосредственно под вашим медиаресурсом. Вот как это выглядит. Да, вот вы видите, я здесь вставил, давайте сотру, здесь вставил вот эту информацию о себе, то, что фото мое, фото Калиников Павел Юрьевич. И вот где появилась на опубликованном проекте эта надпись. Она такая маленькая, ненавязчивая, прямо под изображением. Ну да, а вот здесь видно, как это отображается, когда здесь видео. Во-первых, сам маркер меняется, его вид. Во-вторых, вот так вот это изображается вот здесь вот. Ну и здесь я тоже сделал подпись к этому медиаресурсу. Наконец, второй главный элемент описания слайда – это, собственно, описание слайда, которое состоит из названия, которое будет воспроизведено крупным шрифтом. И описание, ну, не более одного-двух абзацев, как правило. Если больше делаете, то получается некрасивая такая полоса прокрутки вертикальная. Ну, тоже можно с этим мириться. Ну, лучше, конечно, оставаться в пределах одного-двух абзацев. Абзацев – здесь можно помещать просто тексты, а можно помещать такой, ну, не очень крутой HTML-код. Ну, по крайней мере, здесь доступны такие элементы разметки, как жирный шрифт, наклонный шрифт и вставка ссылки. Вот. Можно, на самом деле, и более серьезный HTML вставлять, но не всегда это оправдано. Если вы понимаете, как работать с HTML, можете вот эту кнопочку использовать и вставлять более сложные HTML-коды. Да, вот этот элемент. Вы видите, что здесь очень крупным шрифтом написано название вашего слайда, а снизу написано описание. В данном случае оно звучит так. Другой берег Волги, церковь Казанской иконы Божьей Матери и Спаса Преображения. Вот. А название – другой берег Волги. Большим шрифтом. Еще одна настройка, уже не такая важная. Это «Slide Options». Ну, или сейчас она называется «Настройка фона». «Background Options». Это слайд немножко… скриншот немножко устарел. В ней вы можете настроить фон вашего слайда. Фон может быть… по умолчанию он белый. Вы можете поставить здесь какой-то иной цвет посредством описания цвета. Вот здесь «FFFFF» – это белый цвет. Например, «000000» – это черный. «333333» – это темно-серый и так далее. Вот. Это обычное сочетание, обычный код для цвета, такой, как вы используете в HTML, в Photoshop и вообще в интернете принято такое описание. Такое описание. Кроме того, фон может быть не только цветным, но и в виде картинки. И эту картинку можно либо указать в виде ссылки вот сюда, либо погрузить эту картинку посредством кнопки в сам сервис. Но надо всегда иметь в виду, что изменяя цвет фона, вы не должны использовать очень светлые цвета. Дело в том, что алгоритм работы StoryMap в этом смысле очень примитивный. Как только вы используете какой-то фон, кроме белого, цвет шрифта изменяется на белый с черным контуром. Когда вы работаете с черным или вот с контурным, с каким-то контуром, не помню. По-моему, с контуром… Нет, не помню, какого цвета контур, как он выставляется. Но, по крайней мере, когда у вас светлая картинка или очень светлый фон, то это сразу становится очень некрасиво и нет никакого контраста между фоном и шрифтом. И такой вариант лучше не использовать. Ну вот, в данном случае я вам показываю вариант с фоном, загруженным в виде картинки. Вот так это примерно выглядит. Иногда это оправдано, но смотрите по вашему художественному замыслу. Ну и последний вид настройки. Эта настройка появилась недавно совсем. Это настройка вида маркера. Вот здесь вы видите, что по умолчанию маркер вот такой вот, серого цвета. И по умолчанию вы можете выбрать между загруженными изображениями, между тем видом, который установлен по умолчанию, Default Icon, и какими-то изображениями, загруженными вами. И также вы можете загрузить, там вот кнопочки не видно, загрузить еще один вид изображения, либо вот здесь указать ссылку на изображение вашего маркера. Ну, здесь можно указать, конечно, и какую-то фотографию, но лучше выбрать какой-то прозрачный ПНГ файл специально созданного маркера. Вот пример такого маркера. Видите, это нестандартный маркер. Я этот маркер нашел, изображение этого маркера нашел в интернете и подключил. Таким образом, вы можете для каждого слайда, эти настройки делаются не для проекта, а для каждого слайда. То есть, можно для каждого слайда подгрузить свой маркер. Но если вы хотите изменить маркер во всем проекте, вам придется смириться с тем, что это надо делать на каждом слайде. Ну что ж, мы закончили описание. И теперь давайте закрепим те знания, которые вы получили, посредством трех учебных роликов, которые мы сейчас посмотрим, не очень длинных. Где вы сможете все это же посмотреть в движении, непосредственно на живом примере. Как всегда, в процессе демонстрации я ухожу из эфира и остаюсь в чате. Буду отвечать на ваши вопросы. Что за кусочек карты сверху? Вот этот вот. Это карта, вся карта, полная карта. Чтобы вы держали в уме все свое путешествие, вот здесь оно показано в виде всей карты. Так, ну и давайте сейчас смотреть наши учебные ролики. А я останусь в чате, пока они будут демонстрироваться. Добрый день, друзья. Сегодня мы с вами познакомимся с сервисом StoryMap.js, который предназначен для создания мультимедийных визуализаций на основе карт и изображений высокой четкости. Главная страница сервиса состоит из нескольких примеров небольшого описания и хелпа. Прежде всего, давайте ознакомимся с некоторыми примерами. На главной странице сервиса изображен пример виртуального путешествия. Это путешествие по Соединенным Штатам. Несколько пунктов назначения соединены одной линией. И для каждого из пунктов назначения существует слайд, описывающий его. Давайте полистаем эти слайды и посмотрим, что происходит. Как только мы перешли от главного экрана к первому слайду, карта приблизилась и навелась на изображение первой точки путешествия. Справа появилось краткое описание и медиаресурс, который описывает данную точку. В данном случае это изображение. Давайте пойдем дальше. В следующей точке соответствует медиаресурс твит, который появился справа. Далее мы видим снова изображение. Другое изображение. Изображение в виде карты старой. Вот это появилось видео. Видео, расположенное на Ютубе. Здравствуйте, я Джон Грин. Это Крэшкорс У.С. Хистерия. И сегодня... Следующий слайд. Это изображение на Вимио. Далее мы видим медиаресурс в виде статьи в Википедии. Снова картинка. Снова какое-то видео. Здесь мы видим вставочку из сервиса Starify. Здесь мы видим звук, записанный в SoundCloud. Этот звук записан в сервисе SoundCloud. Снова изображение. И вот так, перемещаясь от точки к точке, мы перемещаемся между слайдами, рассматриваем информацию и читаем тексты, которые сопровождают описание. Собственно, в этом и состоит сервис StoryMap, который позволяет создавать вот такие вот визуализации. А теперь давайте познакомимся с другим видом визуализации, который называется визуализация гигапиксельной картинки. Слово гигапиксельная здесь надо воспринимать как метафору. Вообще говоря, понимается под ним любое изображение высокой четкости, которое позволяет достаточно близко приближать картиночку без ухудшения ее качества. В качестве примера здесь рассмотрена известная картина Ирайнима Босха «Сад земных наслаждений». На начальном кадре слева вы видите саму картину с проставленными кадрами. А при листании этих кадров картина приближается, ее разрешение при этом улучшается, а справа появляется описание данного фрагмента картины. Вот сейчас мы листаем слайды и видим, что картина то отдаляется, то приближается, при этом разрешение ее не ухудшается. А справа, соответственно, мы видим тексты, которые описывают данную картину. Хочу отметить, что тут вместе с текстами точно так же, как и в первом примере, могут присутствовать и дополнительные изображения, видеоотрывки, звуки и другие медиаресурсы. Вот, собственно, и все. Мы рассмотрели два примера, а в следующих роликах мы узнаем, как работать с сервисом StoryMap. Продолжение следует... А теперь давайте поговорим о том, как создавать интерактивные истории в сервисе StoryMap. Для начала попробуем создать интерактивное путешествие. Несколько слов до того, как мы начнем работать. Сервис StoryMap, как и другие сервисы группы NITLAB из Северо-Восточного университета США, является полностью открытым, бесплатным и не требует даже регистрации. Однако, для своей работы он использует ваш аккаунт Google. Вы должны быть зарегистрированы в Google, иметь там аккаунт, и с этим аккаунтом StoryMap будет производить некоторые действия. В частности, все загруженные вами изображения будут помещаться в ваш Google Drive, и там же на Google Drive StoryMap будет хранить некоторые свои служебные файлы, связанные с вашими проектами. Итак, попробуем создать интерактивное путешествие. Для этого мы должны либо перейти по меню Create, либо нажать на вот эту вот большую зеленую кнопку Make a StoryMap Now. Нажимая на эту кнопку, мы попадаем в окошечко, в котором нам StoryMap предлагает связаться с нашим аккаунтом Google. Нажимаем на эту зеленую кнопочку, и я попадаю в список тех проектов, которые я уже сделал. Здесь у меня два готовых проекта, которые я покажу чуть позже, и две заготовочки для нашего сегодняшнего ролика. Первая из заготовочек, собственно, связана с примером интерактивного путешествия. Прежде чем я перейду по этой ссылке, давайте посмотрим, что можно сделать в этом окошечке. В этом окошке есть кнопки для управления проектами. Например, нажав на вот эту кнопочку, я могу либо удалить проект, либо его переименовать, либо создать его копию, чтобы на ее основе потом создать совершенно новый проект. Не будем сейчас ничего этого делать, все проекты уже созданы. Давайте зайдем в заготовку пустого интерактивного путешествия. Я так и назвал это путешествие. Пример интерактивного путешествия. Мы входим в главную страницу создания интерактивного путешествия и сейчас рассмотрим те управляющие элементы, которые здесь есть. Давайте пока оставим в стороне основное поле и посмотрим, какие есть управляющие элементы в верхнем ряду. Прежде всего, мы можем снова вернуться в этот списочек и выбрать какой-то другой проект. Вот он снова открылся. И теперь давайте посмотрим кнопочку Options. Эта кнопочка описывает основные характеристики всего проекта. Здесь мы видим, во-первых, размеры проекта. В первой строке указано, что размеры проекта по ширине 100%, а по высоте 80 пикселей. Далее здесь надо выбрать язык. Я уже выбрал русский язык интерфейса. Если по умолчанию будет стоять английский язык, то язык интерфейса готового интерактивного путешествия будет английский. Так что здесь надо выбрать русский язык. Далее, Fonts, шрифты. Здесь лучше оставить все по умолчанию, то есть Default. Потом вы сможете поиграться с этими шрифтами. Это пара шрифтов, которые описывают заголовки и описания. Я хочу вам сказать, что русские шрифты, как всегда, представлены не очень хорошо, поэтому Default это будет один из самых лучших выборов. Далее, Вид нужно выбрать картографический. Вид Image можно выбирать только в том случае, если вы не хотите, чтобы ваши точки были связаны маршрутом прерывистой красной линии. Дальше вы можете назначить красную кнопку, на которой вы можете написать что угодно. Эта красная кнопка будет располагаться на самом первом заголовочном слайде. Вот я, например, могу поставить здесь Yes и после этого ввести какое-нибудь слово. Например, поехали. Ну и последняя, очень важная настроечка, это выбор вида карты. Вот если я сейчас здесь нажму на вот эту кнопочку, то вы увидите, как много здесь разных видов. Последние две строки мы рассматривать с вами не будем. Это достаточно сложные случаи, когда у вас пользовательская карта с вашими собственными пометками, либо на сервисе Mapbox есть такой сервис, который позволяет создавать, бесплатно создавать свои собственные пользовательские карты на основе открытых к применению общедоступных карт. Ну и совсем сложный случай Custom, это когда вы подготовили вообще свою собственную карту в виде ряда изображений и хотите с ней работать. К сожалению, этот случай очень плохо описан на самом сервисе и как им пользоваться не очень понятно. Что касается всех случаев, которые описаны выше, это разные варианты оформления общедоступных карт и разные варианты, разные сервисы, которые предоставляют карту. Пока выберите то, что здесь стоит по умолчанию, после того, как вы создадите путешествие, вы сможете выбрать тот вид карт, который вам больше понравится. Это зависит не только от вкуса, но и от того, будет ли в той области, в которой вы собираетесь совершить путешествие, хорошее отображение тех объектов, на которых вы побывали. Кроме вкладочки Display, есть еще вкладочка Sharing, которая позволяет сделать описание и загрузить какое-нибудь изображение, связанное с тем, как будет выглядеть ваше интерактивное путешествие при его расположении в социальных сетях. Сейчас не будем заполнять эту вкладочку. Закроем опции и посмотрим, какие еще есть кнопочки в верхнем ряду. Есть кнопочка Save, на которую надо не забывать нажимать периодически, потому что без нее все изменения на карте не будут сохранены. Нажмем ее. И мы видим, после того, как сработала кнопочка Save, появляется кнопочка Publish Changes. Это означает, что мы сохранили результат нашего проекта, но пока не опубликовали его. А чтобы опубликовать, мы должны нажать еще и на эту кнопочку. Вот теперь мы опубликовали проект, хотя проект еще, по сути, совершенно пустой. Ну и давайте посмотрим, какие еще есть кнопочки в верхнем ряду. Есть кнопочка Help, но заранее хочу вам сказать, что Help здесь малофункциональный. Первая строчка, она отсылает к достаточно сложным случаям работы с данным сервисом, связанным с программированием. А вторые две строчки адресуют на форумы, на которых разбираются различные сложные случаи, и на них можно пообщаться, правда, на английском языке. Ну и последняя кнопка первого ряда, кнопка Share, которая позволяет опубликовать ваш проект сразу в соцсетях, либо взять ссылочку, по которой можно открыть ваш проект, опубликованный. Вот он, этот проект, он пока состоит из одной кнопки «Поехали», которую мы создали. По мере наполнения проекта вы увидите, что здесь будут происходить изменения. И вот этого кода iFrame, этот код вам нужен в том случае, если вы захотите вставить свой проект на свой сайт, в блог, в электронный учебный курс или еще куда-нибудь. Специально для этого случая, для этого кода, есть еще дополнительные возможности по изменению вертикального и горизонтального размера вашего интерактивного путешествия. На этом мы закончили рассмотрение верхнего ряда опций и перейдем, собственно, к контентному наполнению нашего интерактивного путешествия. А теперь давайте посмотрим, как наполнять контентом наше виртуальное путешествие. Левый вертикальный столбец служит для того, чтобы создавать и управлять слайдами. По умолчанию, наверху всегда есть главный слайд, это заголовочный слайд. Кроме того, мы можем добавлять любое количество дополнительных слайдов. Вот сейчас я создал четыре разных слайда. Что я могу с ними делать на этой панели? Я могу их менять местами. Могу добавлять, как я уже показал. И могу удалять любой из них. Дальнейшее наполнение контента делается на основном экране сервиса для каждого слайда в отдельности. Давайте перейдем в уже заполненный проект, чтобы увидеть, как это делается. Сейчас мы откроем проект, который называется «Путешествие в Тутаев». В этом проекте заполнен и главный кадр заголовочный, и еще дополнительно 13 различных слайдов. Давайте посмотрим, как наполнять контентом отдельные слайды. Для этого служит вот это вот основное поле нашего проекта. На заголовочном слайде вы видите общую карту мира. А на тех слайдах, которые описывают конкретные точки назначения, это слайды с увеличенными картами тех участков, которые нам необходимы. Вернемся к заголовочному слайду. Прежде всего, мы должны заполнить поля, которые находятся внизу под основным полем с картой. Какие это поля? Это поле «Медиа», в котором мы можем поместить изображение или любой другой медиаресурс. Как вы помните, по примерам это могут быть видеоресурсы, это могут быть ссылки на публикации в соцсетях, звуки и так далее. Достаточно много разных видов ресурсов. Внизу описание того, кому принадлежит этот медиаресурс и краткое описание медиаресурса. Ну и справа текстовые поля. Это заголовок слайда и описание слайда. Описание слайда может быть размечено. Например, тут могут быть сделаны какие-то выделения жирным шрифтом, наклонным шрифтом. Может быть введена ссылка какая-то. Либо можно сюда ввести какой-то HTML-код. Теперь ознакомимся со слайдами конкретных точек. Первая точка нашего проекта это Ростов-Великий. Как я нашел эту точку? Эту точку можно найти при помощи поиска. Я могу также просто передвигать карту, искать необходимые мне точки и перемещать эти точки. Перемещать точку я могу, например, просто двойным щелчком. Либо перетаскивая ее из места в место. Вот сейчас мы слегка поменяли первоначальную точку путешествия. Сместили ее на несколько сот метров правее. Давайте посмотрим, какой у нас результат получился. Для этого сохраним результат. Опубликуем его. И возьмем здесь ссылку на результирующее путешествие. Путешествие открывается и мы видим карту, на которой расположены все наши точки. Эту карту можно двигать, увеличивать, уменьшать. Ну и мы можем начать двигаться по нашим кадрам. Мы можем это сделать двояко. Либо нажав на вот эту стандартную кнопку, либо на ту кнопку «Поехали», которую мы создали в самом начале нашего ролика. Перемещения по карте, они автоматические. Масштаб выбирает сам сервис. В зависимости от того, насколько близко расположены ближайшие точки маршрута, выбирается масштаб карты. Вот сейчас мы начнем двигаться по маршруту и увидим, как точки то приближаются, то отдаляются друг от друга. Несколько точек расположены рядом, поэтому масштаб сразу увеличился. Следующая точка расположена достаточно далеко, в нескольких десятках километров, поэтому сначала масштаб уменьшился, а потом, так как следующие точки расположены близко друг к другу, карта вновь приближается. Вот и все наше путешествие. Полтора десятка кадров. Перейдем теперь снова в сервис и посмотрим на наполнение отдельных кадров. Здесь мы использовали различные медиаресурсы. В первом кадре я использовал картинку. Во втором ссылку на Википедия статью. В третьей снова картиночку. Картинки мы можем подгрузить следующим образом. Либо дать здесь ссылку на картинку, которая располагается в интернете, либо загрузить изображение со своего компьютера. Но напоминаю, что изображение попадет к вам на Google Drive, то есть будет храниться все равно в интернете, просто на вашем личном диске Google. Никаких особенностей здесь нет. В общем-то, вот эти поля, они описывают все, что нужно для каждой конкретной картиночки. Хотел бы обратить внимание на единственную настройку, которую можно сделать для слайда. Это настройка фона. По умолчанию все слайды имеют белый фон, но можно здесь изменить значение фона на какое-то другое значение, например, на светло-серое. Вот так вот, на серое. Либо загрузить какую-нибудь фоновую картиночку. Вот сейчас я изменил фон на третьем слайде. И мы можем либо посмотреть это вот так, как мы уже привыкли делать. А теперь найдем третий слайд на нашем путешествии. Вот вы видите, что фон стал светло-серым. Либо можем посмотреть это другим образом. Обращаю ваше внимание, в сервисе есть еще вот такая вот вкладочка Preview. В ней показывается примерно то же самое, что и вот здесь. Но хочу обратить внимание, что эту вкладочку надо использовать достаточно осторожно, потому что отображаемая здесь информация не всегда в точности соответствует тому, что получится в результате. Поэтому для быстрого контроля эту вкладочку используйте, а для точного контроля лучше каждый раз производить публикацию проекта и смотреть его в другой вкладке или даже в другом браузере. В заключении я хочу отметить, что в качестве медиаресурсов понимается достаточно большое количество внешних ресурсов. Для тех, кто смотрел мои ролики по сервису Timeline.js, могу сказать, что практически все медиаресурсы, которые могут применяться в сервисе Timeline.js, могут применяться и в сервисе StoryMap. За редким исключением. Кроме того, обращаю внимание, что здесь есть дополнительная возможность. это использование HTML-кода в графе описания. И этот HTML-код, он, конечно, должен быть достаточно простым, но может содержать и различные усложненные случаи, такие как теги блок-квод и так далее. Тут надо экспериментировать. Это уже для тех, кто хочет сделать достаточно сложное путешествие со сложными описаниями. Возможно, с более сложным форматированием и так далее. Кроме того, я хочу отметить, что вот здесь вот медиа, где по умолчанию стоит предложение внести туда URL, то есть ссылку на какой-то внешний медиаресурс, на самом деле понимается не только URL, но и более сложные конструкции, такие как iFrame. И через iFrame можно сюда внести очень интересные интерактивные вставки, такие как вставки из других сервисов, интерактивные картиночки и так далее. Очень интересная возможность. При помощи этого окошка в StoryMap можно внести даже такие сложные конструкции, как оси времени, созданные в Timeline.js, и аналогичные. На этом мы с вами закончим знакомство с виртуальными путешествиями и в следующих роликах рассмотрим возможности StoryMap по созданию интерактивных иллюстраций. Ну что, вот мы посмотрели с вами ролики. Я жду от вас вопросов. Мы, в принципе, достаточно полно изучили этот материал. Вижу один вопрос. Является ли наличие интернета необходимым условием для демонстрации итогового продукта? Да. Да, является. Это облачный сервис. Ну, если вы программист, то у вас есть выбор. Код этого сервиса является бесплатным, распространяемым по открытой лицензии. Вы можете взять код и использовать основной его движок в своем проекте. Ну, для этого вам уже надо иметь другие компетенции и иметь возможность разбираться в коде. Какие еще вопросы будут? Как вам понравился этот сервис? Я с этим сервисом познакомился два года назад и в текущем году, наверное, три года назад, в текущем году активно его использовал в режиме гигапиксельной иллюстрации. Я считаю, что этот сервис, как и все сервисы, которые созданы группой, это не компания, это группа Нитлаб из северо-западного университета Бостона, достаточно хорош и сделан на профессиональном уровне. А где можно еще раз посмотреть эти обучающие ролики? на моем аккаунте, на моем канале в YouTube. Давайте я вам сейчас дам ссылку. Одну минутку. Сейчас мне надо ее найти. Вот она ссылка на мой канал. Ищите на этом канале плейлист практикум автора учебного контента и в нем найдете эти ролики. Вообще-то у меня там достаточно много роликов учебных, но я надеюсь, что найдете. Все-таки там их не тысячи, а десятки, так что найдете. Вот. Ну что ж, коллеги, да. Я думаю, что... Вот мы в час немножко не уложились, да, но думаю, что было все понятно относительно. Если надо будет, вы сможете возобновить по записи вебинара нашего, его возобновить, как это делается. Попробую перевести интерактивную экскурсию из Google Card. Визуализация итоговых продуктов. Очень... Да, сервис хороший, используйте его. Его, в общем, даже можно использовать необязательно в образовательных целях и маркетинговых целях, и даже для личного применения он достаточно интересен. Вот. Так что при некотором умении, то есть, которое достигается там парой часов работы с сервисом, дальше все очень просто сделано. Ну что ж, коллеги, я тогда с вами прощаюсь. Еще мы несколько раз с вами встретимся. О, я же забыл вам представить два следующих наших вебинара, о которых я обычно говорю. Давайте сейчас я это сделаю. Следующие наши два вебинара. Давайте вы меня простите, я для быстроты сделаю вот так. Может быть, они не очень красиво будут выглядеть в чате, но надеюсь, что будет понятно. Первый вебинар будет посвящен библиошколе. Наша редактор Наталья Башкова дебютирует в роли спикера вебинара, расскажет о своей работе в данном сервисе. И 8 числа будет вебинар нашего ведущего Суриса, составителя издательских коллекций, не издательских коллекций, а тематических коллекций. Тоже должен быть интересный вебинар. Ну и последний вебинар 14 числа состоится Дмитрий Кречман очередную тему будет докладывать. Все, коллеги, до свидания, до встречи на этих вебинарах. Я буду там ведущим, а не спикером, и мы еще успеем с вами повстречаться. До свидания, до новых... новых... ... 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 Продолжение следует...